Тут первые слайды, просто про то, что в прошлый раз не было слайдов, и я их вам не мог показать. Но, в принципе, это у нас уже было. Это то, как мы строим связанности вечерита. Вот здесь определение кручения связанности. Я считаю, что связанности, наверное, все помнят. Что такое определение кручения связанности, их два. То определение, которым я буду в основном пользоваться, такое. У вас есть отображение НАБЛА из лямбда-1М в лямбда-1М, тензор лямбда-1М. Это свердость на кукулацательном пространстве. И вы пишите НАБЛА от один формы и альтернируете. То есть, делаете космос, космосимметризуете ее. Минус Д это кручение. Так оно определяется. Вот он, тензор. Ну, это мы проверяли. Здесь даже написано, почему нам тензор. Вот, есть слайд. Связанность, которая имеет нулевое кручение и сохраняет ортогональную форму, называется связанность левичевита. Она существует единственное, что в прошлый раз обсуждали. Вот этот портрет левичевита. Точнее, речи левичевит, которые это дело придумали. В Италии там где-то... В общем, они в каком-то интересном городе были. Где-то на севере, чуть ли не в Парме. Хорошо. Теперь, второе определение кручения. Это дает тензор, бьющий в противоположное направление, и доискнет к этому. Это такое. У вас есть два векторных поля и вы берете набло x от y, минус набло y от x, минус коммутатор x и y. Ну, это мы обсуждали в прошлый раз, что эта штука тоже является тензором, то есть она бьет из лямбда-2 от tm. Это такое симметричное отображение из тензора квадрат-tm в tm. Вот здесь есть вычисление, которое объясняет, почему они равны. Кто не хочет, чтобы я это вычисление сейчас вам рассказывал? Что-то много народу не хочет, а потому что все это скорее захотят. Ну да, вы сами его можете сделать, если вы не хотите. Потому что в прошлый раз его не было, я в прошлый раз это оставил без комментариев. Кручение может определяться, чьи связаны тут так. Да, кручение бывает токусинность, причем токусинность касательно пространства. У связанностно-производном расстоянии нет кручения. Кривизна есть, а кручения нет. Люди все время про это забывают. Еще. Не связаны с двойственным другом? Не связаны с двойственным другом. Вот этот тензор бьет отсюда сюда, а этот тензор бьет отсюда сюда. Но это двойственное пространство. У меня вопрос про то, что написано после отдача. С удовольствием. Ну, в данном случае Леникс это просто производная от функции вдоль Экса. А это определение, как мы определили... Тут здесь написано только, как мы определяем связанность на двойственном расслоении. Набло Экс от Эта от Игрек. Вот это один форма. Набло Экс. Друзья, я ведь ни разу, на самом деле, никому не говорил, это важный момент, что набло Экс от чего-то, если у вас есть Б сечение расслоения Б, то набло Экс от Б, это набло Экс от Б, которое спарили с Эксом, то есть подставили Экс. Это определение. Ну, это все подзвездные знают о смене и спросили, но вот я понимаю, что такое определение. Вот. То есть эта штука по этому же самоопределению равна, она была от Эта... значит, которую подставили Икс и Игрек. Икс подставили по одному аргументу Игрек по другому. Вот. Теперь что здесь написано. Да, и как мы определили двойственную связанность на двойственном пространстве? Набло Экс от Эта от Игрека есть дифференциал от спаривания Экс и У. Набло Эта от Игрека Минус... Набло Эта... Набло Экс от Игрек. Да. Вот. Ну, это как бы... Если немножко вдуматься, что здесь написано, значит, что просто вот такое спаривание должно быть параллельно в связанности. Вот. Без Икса. Потому что здесь не было Икса. Вот такое было определение, честно. Вот. Теперь... Значит, Набло Экс от Эта к Игреку. Набло Эта к Игреку. Вот. Теперь мы это переписываем, подставляя Икс. Мы получаем... Какую строчку, которую мы объясним? Вот эту, да? Вон Драйзер Хэнд. Набло Экс от Эта к Игрек. Есть то же самое, только... Мне еще надо подставить. Вот эту штуку мы должны подставить Экс. Вот здесь у нас будет производная Ли от Эта к Игреку. От этой функции. Ну, в данном случае, производная Ли от Эта к Игреку. Это просто производная дифференциал. Минус Эта, Набло Экс от Эта к Игреку. Вот. Оно там и написано. Так? Так. Я был метен? Очень хорошо. Здесь тоже есть написано, просто определение, на самом деле, связанности на Этах. Если мы знаем, связанность на Этах, а наоборот. Ну, в общем, мы расписываем. То есть, там вот первое равенство, на самом деле, там нет никакой формулы Картана. Первое равенство просто по определению. Опять вот, то же самое определение, что здесь. И вот, собственно говоря, Ван Драйзер Хэнд, вот оно же там и написано, примерно. А дальше уже применяем формулу Картана к последнему члену, которая – это А, от Игрек. Расписываем. У нас получается еще какое-то количество производных Ли. Мы их всех группируем, они друг друга убивают. Вот. Получаем такую формулу. Ну, по сути, это формула Картана, которая просто переписывает дифференциал от дифференциальной формы через коммутатор векторных полей. И наоборот. А где там спаивание два формы с вектором? В первой строчке или где? А это у нас два вектора. Здесь один форма, а это сечение векторного расслоения. Я просто определил, как дифференцировать сечение векторного расслоения до алекса. Объясняю, что значит это обозначение, которое все и так знают. Что такое дифференцирование вдоль векторного поля? Ковариантное дифференцирование вдоль векторного поля. Да, связь сейчас назовет ковариантное дифференцирование. Позвольте, тоже все это знают. Ковариантное дифференцирование, только если расслоение… Нет, просто синоним. Любовь? По-моему, это синоним. Ну, я видел это как синоним. Может, я это напутал, тогда приношу извини. На касатель. На касатель. Вот. Хорошо. Значит, ноту я вам рассказал, вы не хотели, чтобы я вам писал это дело на доске, я не буду. Если есть какие-нибудь вопросы, задавайте дальше, я поеду дальше. Нет вопросов. Ну, хорошо. А теперь идинизация кручения. Дело в том, что кручение бьет из связностей. Собственно говоря, кручение делает из связности. Вот это пространство всех связностей. Такую вот, дваформу с коэффициентами ФТМ. Те он берет два вектора и делает из них снова… Два вектором поля – делается синоним вектором поля. Это афинное пространство, а это линейное пространство. В смысле, это пространство сечения расслоения, а это пространство афинное, причем над чем это афинное пространство. Если у вас есть разность двух связностей, то тогда она равна одинформской критерии в адаморфизмах. То есть здесь у вас стоит лямбда-1, тензор лямбда-1, тензор ТН. Это афинное отображение, но если у вас есть афинное отображение, у него есть линеализация. И легко видеть, что на самом деле в данном случае отображение именно афинно, в смысле, что если вы добавите к связанности линейный кусок, то вклад этого линейного куска в вкручение будет тоже линейный по этому куску. То есть это отображение является афинным морфизмом пространства, у него есть линеализация, которое соответственно отображение линеализаций. То есть у вас есть просто морфизм афинных пространств, что такое вообще морфизм афинных пространств? Это правильный перенос композиции с линейным отображением. Вот если вы забудете про линейный перенос, то у вас будет линейное отображение, и это будет линеализация этого афинного отображения. У вас есть Т-лин, это линеализация кручения, она бьет из лямбда-1, тензор лямбда-1, тензор ТН, это касательно их связанности, то есть это минимизация связанности, тензор ТН. Ну и как легко видеть из этой формулы, это просто антисимметризация. Т-лин. потому что вот в этой формуле у вас есть кусок, который общаться связанности не зависит, поэтому когда вы, он как бы линеализацию вклад не дает, вот этот коммутатор. А эти два куска, они афинные, вот причем как раз если вы забудете про, просто добавите к связанности линейный один формул с коэффициентом в доморфизмах, то у вас получится как раз костсимметризация по первым двум аргументам. Это один формул с коэффициентом в доморфизмах. Правда ли, что там можно областелить? Где, где, где на областелить? Ну, это теннабло, это просто обозначение для кручения. Можно теннабло здесь написать. Она берет ее связанность, и вот ее кручение. Теннабло, это уже кручение по этой связанности? Да. Нет, теннабло это абстрактный, этот самый, который означает просто кручение. Ну, хорошо, нет. Я считаю, что обозначение не идеальное, но если вы предложите другие, я напишу. Может, все это зафиксировано? Теннабло тут не зафиксировано, да. А потом складываете ее с один шмой? А это будет линеализация. Вот. А здесь теннабло просто, это как бы, ну, это, это, теннабло переходит теннабло, вот так вот. Теннабло переходит теннабло. Вот такое отображение. Вот. Но кручение тоже обозначает теннабло. Так. Хорошо. Значит, это линеализация кручения. Теперь, ну, то, что мы обсуждали, что у вас есть, наверное, где-то даже аргумент, который здесь на доске написан, который я вам прошлый раз демонстрировал, он работает для любого тензора. То есть, если у вас есть какой-то тензор, и вы локально у вас есть связность, которая его сохраняет, то можете воспользоваться разбиением единицы и написать глобально на нагороде связность, которая его сохраняет. Вот здесь написано. Вот. Ну, мы проверяли в прошлый раз, что это, во-первых, связность, а во-вторых, он сохраняет этот тензор. Если вы хотите, я готов это еще раз проверить. Кто хочет, чтобы я это повторил? Нет желающих. Ну, прекрасно. Вот. Но сегодня мы будем это делать симпатическими, на самом деле, формами. Ну, даже, скажем, коссимметрическими формами. Не тоже динами. Да, это, конечно, не работает, если у вас, скажем, есть тензор, у которого ранг скачет. Скажем, у вас есть объявление симметричной формы, которая в какой-то момент была максимальная ранга, а потом упал у нее ранг. И в каких точках у нее не максимальный ранг. Вы просто не сможете выбрать такой байес. Даже локально. Чтобы в этом байесе эта форма была постоянная. То есть здесь по ходу используется то, что для ортогональной формы у вас там с помощью Гаусса или Грамма-Шмидта у вас всегда есть ортонармированный байес. Ну, почему не пойдет? Ну, берем любой тензор. Вот. Берем тензор и просто нажимаем его на функцию, которая где-то заунуляется. Вот такая штука не умеется, не может сохраниться связанностью, на самом деле. потому что связанность действует как группа, и поэтому сохраняет ранг. Главное мнение – связанность действует как группа, поэтому сохраняет ранг. – это та песня, которую я в прошлый раз вам пел. Как получить связанность левичевита? Во-первых, мы замечаем, что ортогональное… Вообще это общий принцип, что если у вас есть какой-то тензор Фи, рассмотрим алгебру Ли. А от Фи – это все матрицы А в пространстве эндоморфизмов, такие, что А от Фи равно нулю. Тогда связанность, сохраняющая Фи – это значит, что она была от Фи равно нулю. Такой связанности может не быть, это бессмысленный разговор в пользу бедных, но пусть хоть одна есть. Это афинное пространство. Чуть я по-русски стал писать. Афинное пространство над λ1m, тензор, вот это алгебра Ли, которая здесь написана. Другими словами, если у вас была связанность, и вы добавили к ней такую один форму, естественно, она будет сохранять Фи. Сохранение Фи для связанности значит, что связанность все равно нулю, а значит, что гланомия сохраняет. Вот. Ну и в частности, если Фи – это же метрика, то есть постоянное произведение, то А от Фи – это кост-симметрические матрицы. Это СО от ТМ. Ну и здесь, мне кажется, даже написано, почему это тоже самое, что кост-симметрические матрицы. Написано или не написано? Не написано. Ну, это мы обсуждали. Кто помнит, почему вот это вот кост-симметрические лямбда-2? СО от ТМ – это лямбда-2. Это очевидно, но проверять там нечего, к сожалению, потому что это очевидно. Так что я все-таки просто напишу, почему это так. Вот. Нас интересует А лежит в СО от ТМ. Это значит, что АЖ – это наша объединенная форма. Скорянное произведение. Тогда это значит, что G от АХ, У равняется G от Х минус АУ. Минус G от АУ. Потому что именно таким образом действует алгебра Ли на тензорах. Я напоминаю, что у нас все-таки связность. И связность действует по правилу лейминца. Вот я взял эту матрицу А, матрица А в эндоморфизмах, и ее А от G от Х, У – это просто определение, как она действует на G. Это G от АХ, У плюс G от Х, У. Вот. Вот то, что она равна нулю, вот эта вот штука, это вот здесь написано. Ну, отлично. Теперь давайте сейчас сделаем из этого косметрическую форму. Рассмотрим там, скажем, Омега А от Х, У – это G от АХ, У. Это штука симметричная, конечно, написана. Вот. То есть из каждой матрицы в алгебре Ли, в автогональной алгебре Ли, у вас получается косметрическая два форма, и наоборот. Если у вас была какая-то форма, вот Омега А, то вы пишете А именно пользуясь вот этой формулой. То же это как бы в обе стороны работает. хорошо. Ну, замечательно. Это был общий совершенно аргумент. Можно его забыть, потому что теперь у нас исключительно вот эти самые ортогональные алгебры, λ2tm, λ1m. Вот это наша пространство, линеризация связанности. У нас есть tlin, который это дело отображает. Это просто как бы это то же самое, что λ1m умножить на а. От m, где а ортогональная, то есть SO. От m. Вот. Линеризация идет, переводит это в λ2m, тензор λ1m. Вот. Ну, как было доказано, здесь доказательство, что это есть. Это на самом деле изморфизм. Ну, потому что размерность одна и та же. Вот. Но и в ядре такого отображения лежат тензоры, которые симметричны по eighth-двуму аргументам. Но если вам так произвело, что он симметричен по eighth-двуму, а последний по eighth-двуму симметричен или наоборот, в данном случае, симметричен по eighth-двуму, а последний по eighth-двуму антисимметричен, то вы просто делаете подстановку порядка 3 из произведения этих двух транспозиций, она должна действовать минус единицы, но и порядок 3 не может действовать, минус единицы ни на чем, если с ней порядок 3. Поэтому гидра у этого нет, размерность одна и та же, поэтому это изморфизм. Но термин начали с какой-то связыванием, с ней есть какое-то кречение, а он здесь лежит. А дальше мы просто взяли вот эту связность набло с каким-то откручением, и начитаем из нее Т лин минус 1, а Т набло. У этой откручения Т набло и у этой откручения Т набло, поэтому получается связность, в которой нет откручения. Но она, естественно, единственная, потому что это ровно та самая связанность. То есть нам нужно на этом афинном пространстве найти точку, которая переходит в ноль при этом отображении. Вот такая одна всего точка того, что это отображение – это изморфизм. Это было уже в прошлый раз, я его повторяю. Кривезны нет, откручения. Кручение здесь лежит. Опять же мы добавили, это старая связанность, а это новая связанность, но у этой новой связанности крючения равно нулю. Потому что если мы применим линеаризацию к этому... Мы применим просто кручение, возьмем кручение этой связанности, это будет кручение вот этого, минус линеаризации этого. этого. Но они вычутся, получит ноль. Мы специально так выбрали. Посмотрите, у нас есть афинное пространство и линейное пространство, есть операция взятие окручения. Это операция объективно. То, что и линейная пространство. То есть, если афинное пространство отображается линейное, а линейная отображение объективно, то это отображение объективно. Вы берете прообраз с нуля при этом отображение. Он существует единственным. Сегодня нужно будет перейти отсюда к символическим и эрмитовым матрицам. Поэтому этот аргумент я еще чуть-чуть концептуализирую и сделаю более абстрактным через минуту. Вот. Ну, здесь вот, собственно, проготовка, которую я вам только что все же здесь написано сообщил. То есть, если у вас есть какой-то тензор, вы можете рассмотреть алгебру Ли. Алгебру Ли, действующую по правилу Леменца, естественно, на тензорах. Алгебру Ли, деморфизм, сохраняющий этот тензор, у вас будет... Вот. У вас связанность, сохраняющая этот тензор, это два... Это один формы с коэффициентной в этой алгебре. Вот. Здесь я просто... Как-то... Все это дело расписал на... На несколько абзацев. Но это мы уже обсуждали. Я это пролистаю, если у вас не знаешь, еще нет никаких вопросов. Здесь просто объясняю первым и тем самым, как действуют алгебры Ли на тензорах. По правилу Леменца она действует. Что же нам нужно для связанности? Причина, откуда вы видите алгебры Ли именно такая. То есть, Ли была интересна симметрия решения дифференциального уравнения, там действовала какая-то группа, но ему было интересно, как продифференцировать действие этой группы, и у меня получилось алгебры Ли. Вот. Ну, что здесь важно, это... Да, но вместо одного тензора, конечно, можно брать набор тензоров. Если родить его, можно сделать один тензор, просто перемножив тензор. А можно просто брать набор. То есть, все, что я вам говорил про один тензор, можно говорить про набор тензоров. И сейчас более разумно, конечно, рассмотреть набор тензоров, а именно комплексную структуру и метрику. То есть, пусть у вас B эрмитового расслоения. Значит, что на B задана метрика. Это, значит, эвклидовое скалярное произведение. Положительно определенное скалярное произведение. Происведение, которое эрмитово относительно оператора комплекса структуры. Значит, это XB в B. И квадрат равно минус тазистному. И H, и инвариантно. Это называется эрмитовая структура. Там можно смотреть связности, которые сохраняют. То есть, связанность называется унитарная или эрмитово. Унитарная лучше. Если набло от I равняется набло от G равно 0. Напоминаю, что действие у нас на тензорах получается по правилу лейниц. То есть, у вас на B есть действие, а то вы его поднимаете на тензор. И вы рассматриваете, как лежит в андоморфизмах. То есть, то же самое, что B за B со звездочкой. А H лежит в B со звездочкой в квадрате. То есть, на нейтрек у нас мультипективо действие, а там как в алгеброле. Всегда как в алгеброле. А, здесь в смысле? Да, да. И как бы не является элементом алгеброле. А вот это условие, оно не связано с интегрируемостью? Ну, потому что таких углеводов всегда есть. Даже если наказательный процент, я проговорю про любое. Даже если наказательный процент, такие связи всегда есть. Вот. А если просто набло I равно 0, она называется комплекция? Да. Она была I равно 0. А что? Да. Не требуется. Да. Главное связание лежит JLNC. И, соответственно, это называется комплексно-лилиейная связанность. То есть, дальше мы можем подумать про B как про комплексное электронное пространство с корнем из минуси как I. И так будет просто комплексно-лиейная связанность. То есть, поэтому там будет JL. Спасибо. Хорошо. Ну, тут есть, соответственно, унитарная алгебра Ли. Значит, U на верхнем пространстве это B, а так-то как бы расслоение из алгебр. Она лежит на деморфизмах B. Это все унитарная матрица. Для речи вот этому свойству. То есть, A лежит у от B. Это U маленькая, то есть готическая. Если вы ее сильно хотите, то они будут писать готическое, как его положено писать. Но проблема в том, что это будет несколько палочек просто. Так что, наверное, лучше писать. Был какой-то секрет, как писать готические буквы, чтобы они были похожи на готические буквы печатные? Вот эти экспонации пишут одинаково. Нет, они положено писать одинаково. Понимаешь? Готические буквы. Вот, скажем, E готическое пишется вот так. Сейчас. Вот так. И готическое пишется вот так. И C готическое пишется вот так. Это I, E, I и C. Дальше ты можешь написать готическое U, готическое N и еще готическое A. Они тоже все одинаково пишут. Нет, готическое по-другому. Готическое U, готическое N одинаково пишутся. А дальше ты пишешь готическое W, а, и готическое W, естественно, так же пишутся. А дальше ты пишешь готическое N и готическое W, они тоже одинаково пишутся. Есть даже специальная история про это, я прошу прощения, если кто ее знает, она мне очень нравится. Есть его дерево Гинкго, очень хорошее, оно выжило в Хиросиме, когда у них все остальные деревья умерли. Но конечно, оно не Гинко, а Гинкго. А Гинко оно стало, когда какой-то немецкий путешественник написал книжку в ботанике, находясь в Нагасаке, и послал ее в Европу. Но поскольку он писал такими буквочками, то никто не мог разобрать, что он там написал, и поэтому букву Y, которая в готической буквы пишется совершенно так же, как G, превратилась в G, а дерево превратилось в Гинкго. Если я буду писать U маленькое, вы помните, что это U готическое. Значит, A лежит V, если A от I равно нулю, здесь это значит, что оно и коммутирует просто с I, и A от H, ну H на самом деле, у меня здесь было H, а A от H равно нулю. Вот. То есть это как пересечение комплексно-лиейных матриц и ортогональных групп. Ортогональные группы были, прошу прощения. Вот. Ну хорошо, а естественно, поскольку оно лежит в ортогональной, то оно куда-то переходит. То есть U от B при, у вас есть изоморфизм, я напоминаю, SO от B, изоморф на λ2 от B. Ну давайте напишем большинство, потому что на самом деле два, а это черт, неважно. λ2 от B. И U от B, оно лежит в SO от B. Ну опять, это алгебра Ли. Вот. Которая есть λ2. Значит, из каких два формы она состоит? Она состоит из таких, которые в рядности комплексного вращения. Мы говорим, что это за формой, это 1-1 формы. То есть, таким образом, U от B это то же самое, что λ1 от B. Вот написано. Это все матрицы, которые сохраняют I и H. Вот. Сохранение I – это комплексная линейность, а сохранение H – это ортогональность. То есть, просто переченья ортогональной группы. Значит, U – это SO, ну давайте напишем U от N, это SO от 2N, потому что это в комплексном, это в веществном пространстве, пересечение с ЖЛ от НС. Ну и, соответственно, если мы перейдем от групп к алгебрам, у нас получится вот то, что я здесь написал. Значит, почему это так? Смотрите, это, на самом деле, утверждение. Это не из пустой места, потому что у нас уже есть отрисление ортогональной алгебры I и два формы. А здесь у нас есть под алгебра в ортогональной алгебре I, и, на самом деле, два формы у нас соответствуют, ответ типа 1,1. Доказать, что там в одну строчку, тем не менее, H от I равно 0, тогда и только тогда, когда H мы думали про H как про эндоморфизм, а поскольку A больше не эндоморфизм, а белинейная форма, то это превращается в то, что, давайте, H назовем, это будет то, что лежит лямбда 2 от B. И H от X, Y – это H от A от X, Y. Но мы сравним то, что здесь и то, что здесь, и получим, что H от X и X, Y есть минус H, X и Y. Но это и есть что-то, что типа 1,1. Можно это еще так сказать. Смотрите, как на слайде написано, что у вас действует окружность, и эти штуки, которые получаются из комплексных, комплексная структура, то же самое, что действует U1. Вот здесь действует U1 просто на матрицах. И комплексные матрицы – те, которые инвариантно действуют U1. А здесь 1,1 форма – это то же самое, что инвариантно действует U1. Таким образом, это можно видеть просто без вычислений. Вы, если помните, я говорил про разложение Ходжа, что на самом деле это весовое разложение относительно действия U1, которое получается из комплексной структуры. И инварианты там как раз – это форма типа ПП. Это форма инварианта относительно U1. Хорошо. Значит, вот это вот клейн, который здесь я как бы доказывал. А почему-то тогда еще из-за того, что у ламда 1,1 – это они равны ламда 1,1, потому что свойство быть инвариантно антисилена U1 для ортогональной матрицы – это то же самое, что свойство быть комплексной лиреином, а это то же самое, что лежать в U, N. Тут просто тонкость в том, что раньше это были эндоморфизмы, а тут мы взяли один антис, как бы опустили, то есть изменили на такую матрицу, которая больше не матрица, а матрица два формы. Вот. И то у вас тут вылез минус. – Да. И ламда 1,1 – это та часть, которая инвариантносительно вращений. То есть при отрезвлении между эндоморфизмом и ламда 2, она будет комплексной лиреином. – А, хорошо. – А, то есть получается, и почему оно будет меняться? – А, то есть мы будем умножать на «и» и оно получается с минусом. – То есть и сюда выносится, и переносится сюда с минусом. – Хорошо. То есть у этого есть следствие, что унитарные связанности связаны с коэффициентами лямбда 1 на у от b. Даже напишу, потому что это важно. И это на связанности. Есть Афине, с линеризацией. Продолжение следует... 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 ... 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 И тогда существует связанное исключение, сохраняющее... Почему это очевидно? Зависит от выбранного наблока. Потому что давайте поменяем наблок, для этого мы возьмем нашу связанность и добавим один форму, которая лежит здесь. К включению при этом добавятся элементы отсюда. То есть афтеронирование — это один форм. А наше пространство сентензора включения, оно просто протеренировано по одному наблу. Поэтому образ включения не зависит от выбранного набла. Какой мы наблок не выберем, как раз этот выбор компенсируется тем, что мы подсветили по фотографиям. И сейчас это был первый вопрос. Второе тоже я ему упрашиваю, пусть это включение равно нулю. Это значит, что включение связанности набла лежит в образе этого афтернирования, куда у вас нажат вражение. А давайте вычтем из связанности набла способ прообраз ее включения при этом отображения. Мы учим новую связанность, в которой включение уже будет требоваться. Потому что мы взяли каждое включение и вычли из него новую включение. А если мы возьмем включение новой связанности, то там включение связанности добавится альт-1-2 от нашей информы, которую мы добавили. А альт-1-2 от нашей информы, которую мы добавили, это будет включение от старой связи. В одной из других цепочек. Вот такой результатный способ делать сварки, если вы имеете в виду, это вещь, честно, называется же структура. А в чем генетический смысл этого? Включение или этого? Включение. Включение то, что нам мешает выразить гигантсалдорамы через связанность. То есть, если у нас нет связанности включения, то гигантсалдорамы выражаются через связанность очень просто. Если есть включение, то нам нужно еще добавлять включение, и все становится гораздо сложнее. Есть и другие генетические смыслы. Про это есть бесконечная генетическая дискуссия об матер-ру-флоу. Совершенно всем ее узнобрать об матер-ру-флоу. Там генетическое заключение. Там все, что наступает, все наступает. Но есть, честно сказать, ничего не добавленное. Потому что мы как-то не знали, вот они ничего под этим не добавлены. Я делюсь, генетическую генетическую дискуссию пойдем посмотреть. Вот. Теперь... Сейчас был какой-то второй вопрос. Ну, нет. Ну, то есть, я видел на матер-ру-флоу один ТЭП, там было как раз написано вот эта общая формула. Через литерамирование. А, да, второй вопрос был, в чем смысл инфинсик тот же. Ну, смотрите. Вы можете... Вообще, как там интересовало? Ну, конечно, я знаю. Для каких? Какие-то упражнения могут идти от взрослых. Ну, скажем, у нас есть комплект, скажем, ну, там есть генетический координат. Ну, если генетическую скульту, тем дорого. Поэтому, что там даже есть генетический координат. Генетический координат. Ну, просто зависывается вот. Сумма не доставляет, а не так будет. Вот. Ну, конечно, все, что в жирной, они даже не работают уже просто для риминного структура. Нет, не верит. Отогональных координат для риминного места. Вот. Поэтому можно задаться вопросом на том, когда там есть что-нибудь, как бы, что... Не кардиот, но хотя бы связанность. Вот. Правда в том, что связанность, конечно, есть в любой жест структуры. Если я вспоминаю, я тебе это совершенно неинтересно. Надо написать, вот, как я описался, 2-1. Вот. А хочется, чтобы связанность имела какой-то генетический смысл, чтобы они все могут что-то вычислить, по-моему. Вот. Ну, и оказывается, что связанность без включения очень часто изменится. Вот. И чтобы, ну, как бы, с проявлением связанности, сочетание связанности, с препятствием, это не встучно. Сохраняющие, как подвижающие данные, в данном классе связанности, там, сохраняющие тензоры, там, жест структуры и так далее. Вот. Поэтому мы двигаемся тоже младше. Вот. Если связанность без включения, то... Как же продолжается набираться грамочи связанность без включения? Ну, просто прям принимаем связанность всех, внешне умножаем. Что делать? Внешне умножаем. Мы, правда, потом применяем, берем связанность. Ту форму применяем, получаем один форму на ту форму. Правильно? Да. Усленность первого состояния у нас появился один форм. Вот. Получаем один форм на ту форму. Умножаем. Получаем кратурган. А, вот он был дан за наблюдение, а он внешне делал. Да, просто репернирован был. Сейчас, а вот если, суд в этой теме, у нас не всегда будет существовать? Да. Связанность с другими случаями? Да. Да. Чтобы на следующем сайте был принят. Ну, и нас существует, например, именно награды сейчас существует. Потому что там интенсивность в том, что вопрос пустой пространство. А вот это равно нет. Дайте сказать, что в первую очередь есть никаких, конечно, вопросов. Сейчас. Почему? Ну, там лябда-2 на прием, а там, а здесь лябда-1 на лябда-2. А лябда-2? Вот. Ну, следующий слайд, тот слаболёт. Это определение, которое, по-моему, уже было. Это не было. Вот. 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 Для октогональных матро, значит, мы принесли то, что это сделаем. Ну, а для симпатических, это для нот-3. Такое замечательное чувство. Для октогонных матро, значит, мы первые симпатические формы, а просто миллические, не вырастная форма. Вот. Оказывается, что это будет соответствующее право на заключение. И для октогонных матро, через пару суток будет. Вот. Ну, и, соответственно, при препятствии к существованию связанности, без исключения, сохраняющей объединительную пользу симпатичную форму, значит, после этих принципиалов. То есть, связанное исключение существует тогда и вот так, как симпатическое просто социальное. И для октогонных матро, если есть симпатическая форма, сохраняющаяся объединительную форму, то есть, если есть симпатическая форма, сохраняющаяся объединительную форму, а, как хелеровасть, конечно, с умлением заключает тоже на муж хелеровости, естественно. Пусть у нас есть на многообразии невыраженные два фонда, То есть связанное с ее основанием. Про это было. Да. Потому что локально у нас всегда есть БС, а глобально мы видим в ММТ-СЛ. Вот. Попробуем сказать, без исключения, с каким-то свойством. ответа на это когда формула симпатична. А если была симпатична, то тогда они были? Конентная симпатичная симпатичная. Ну это гораздо понятно, потому что пусть она была симпатичной. Понимаете, дифференциал? Пусть есть связь между ними, которая с вами. Кодифференциал равен люб. Потому что дифференциал как получается? Просто поменяем связь с симпатичными, умноженное. А может параллельно. Поменяем все связи с точки зрения. Поэтому, как раз, из сочетания 18-го исключения сразу все симпатичны. А во другую сторону, как бы сейчас. Извините кирговорцу. А нельзя с вами просто требовать замкнутости, а не больше с ним сомневаться? Нельзя. Ну, конечно, если у них постоянный ран, то там, наверное, еще черного потребуют. Кроме, может быть, сразу замкнутости. Надо спать замкнутости постоянно ран. А я не пускаю на простовой связи с ним. Ну, в любом случае, теорема про ранку Бинджи, неполный ранку, Доктором, как бы, от Александра Бернадова. Ну, кажется, это да. Правильно, симпатичные связанности. Да. Так что, по аналогии с почти коммерческой многопразия, да, что это почти симплилическое. То есть многопразия с присутствующим, наверное, два форма. Значит, невырожденное определение. Пусть Омега невырожденная два форма. Необязательно замкнутое. Невырожденная два форма на Н. Ну, сейчас я нечем, наверное. Тогда МО, это называется почти симплилическое. Пусть Омега невырожденное. Там, по-моему, есть некая терминологическая путьница в этот момент. Потому что я считаю, что это почти коммерческое. Могопразия. Это многопразия симплилическая ИС. Почти коммерческая структурная. Ну, вообще, тут почти коммерческая, все-таки, нормальная истальность. А там на форму есть какие-то условия? Минута лифтов невырожденная. Это почти коммерческая структура. Чисто данные рейнаны. Вот, значит... Да. Сейчас я буду считать ее почти миличную структуру. Вот, в смысле того, что мы обсуждали. Значит, определение нам было на форме равномерно. Если... То НАБЛО называется... ...сингличной сказывающей. Ну, и реальное наблюдение. Значит, это вопрос второго. Замечательно. Если НАБЛО симплитично, без исключения, то D от Омбитова, которое равно, как я уже говорил, от НАБЛО Омбитова, то есть, он экземплитический. Вот. Сначала было в обратную форму строить, то есть, начиная с синглической... Ну, даже не синглической формы, а просто вычислять регионное кручение. В смысле... У меня тут план понадобится, к сожалению, для того самого в корехой ситуации. Значит, идем мы два. Днем 1 на 100. Какие данный у нас в порядке, у нас в данном сингление, сингл это... Значит, пусть Омбитова синкетично... О, спасибо, не синкетично, а связность, она тоже равно нулю... Мы им не нужны. Применю заключение. Мы уже отпускали один из них с помощью билейный символичный с помощью символичного произведения. Нужно делать то же самое, только я его опущу с помощью символичного форма. То есть я отразистлю. Опять понял, что он отразистляет λ1 и Н3. Благодаря, что я просто подставляю Омеру в первую ноль и получаю 1. Поэтому будем считать, что вкручение связано с иным, а вяжет λ2, Н1, Н1. Давайте проверить, что нет. Пусть ρ – это альтернир или альтернар или альтернар. Петагон – это же с ней. Там будет какой-то момент, в котором есть смена 2, а точнее, важные пункты. Тогда ρ равно… Это значит, что я объяснил почему-то на моменте не прошло. Минус половина… А, минус двору. Ой, скажи я. Довик равно, да. ρ равно минус одна вторая, довик. Включаем. То есть на ничневизацию включения – это господинфициал от генерального личника. Хорошо. И давайте обратим. Гориция очень простая, но требует наблюдения. Собственно говоря, это наблюдение я уже не явно использовал. А именно, смотри, у нас есть две операции, которые удовлетворяют правил лейбниц – надло и дифференциал драма. Давайте антисиментализацию от надло и дифференциал драма, и правил правил лейбниц. А значит, их радости тоже удовлетворяют правил лейбниц. Это можно продолжить на все формы. То есть продолжим t на 2 по определению, просто надо идти уже отображение на вся форма. Дифференцирование формы. Значит, от хомера есть alt на 2. От хомера есть и от хомера. От хомера есть минус... Прочтение было для один формы. А теперь я сейчас туда определил. Минус d это. Значит, это дифференциал. Нужно ее продвинуться. А раз мы ее продвинуться, то мы можем применять каждому из вас волну. Можете ее разложить спокойно, чтобы перейти сначала к первому, а потом к второму множить. Нужно это выучить. Давайте тебе это окажем. Значит, мы оттомили 10 минуты. Это уже набло сохраняет, а тттт, разность этого и этого. Черт и набло, и тогда не звучит, как у тыê наоборот. Ну, потому что наоборот у него равна 0, а теперь наоборот у него есть. Теперь мы можем ее немножко по-другому поменять, а именно, смотрите, давайте думать теперь про это вручение, тут у меня на этаже губа исходится везде, но борьбы с этим мало. Можно про нее думать, как про Т. Т норма как оператор из лямбда 1 в лямбда 2. Имеем право. И мы будем пользоваться формой лямбда ЦВТ. Его можно не так делать, но его можно расписать. Значит, Т на 2 атоме. Мы его сначала первым атомом вторым поставим. Значит, будет альтернирование. Здесь я вижу, что А1 от омеги трензор до на 2 минус А2 от омеги трензор до на 2. А1 от омеги трензор до на 2 минус А2 от омеги трензор до на 2 минус А2 от омеги трензор до на 3 минус А3 от неразиды. Теперь мы берем, что надо, интерпретируем как элемент 10.2N, 10.1. Мы тогда задумывались, после того, что мы работаем с t. Поставить t, значит, то же самое. Поставить t, значит, то тоже самое. А один из мы первый индекс поставили, а А2 во второй индекс поставили. Вот мы берем форму и умножаем тендерно на наше кручение. Да, этот мы получили же опять тендер. Потому что у нас три тендера и отформили два тендера. А, это просто тендер. Дальше, А1 у нас что делает? И мы сворачиваем два индекса. Сделать из пяти тендеров три тендера. Какие два индекса мы сворачиваем? Последний и первый, а здесь последний и второй. Там каких-то? Так, че я писал им, сколько происходит? Нет, пока это определение. Это как, вот, сообщество определения. Нет. То есть, прорыва пока ничего не нужно. Да, просто я писал, я написал, прям ли там эй. Но это сказал, прям эй. А, че это делается с цифровым произведением t и а? Почему? Ну, я думаю, правило, как правило. То есть, в данном случае, лучше, видно, не для трудностей, потому что я использую тоже это значение и для этого. Но, в данном случае, вот это. Используется для качества участия. Часто, главное, что это было 1-2-2 минуты. То есть, надо было... То есть, надо было одновременная операция и тензор. Это круто. Надо, наверное, все сейчас будет поправить. То есть, у вас как бы проблема в том, что, если на 2 обозначают связанности в разных освоениях, то и т на 2 в разных освоениях? Ну, здесь у нас пока одно освоение. Из-за 1-2. Ну, непонятно, нет. Вы сказали, т на 2... В смысле, да. В смысле, да. В смысле, т на 2-е значение сет на 2-е. Ну, включение бывает только в казачном или показательном. А в данном случае нет. А в данном случае нет. То есть, в том, что я обозначаю одно и то же обозначение. И вот это... Вы знаете, с ней опять разно? Ну, конечно, разно. Одно обозначено, двое и одно. Но оттуда я объясняю, что есть имеется в виду. То есть, вот это отображение, применяя его к нам, к комминге, это дифференцирование. Комминг — это два форма. То есть, произведение один форм. И я его каждый один форм не поставлю. И я его каждый один форм не поставлю. Я просто вот этот вот ТМ туда засуну, и получаю платформу, и умножаю. Это, кажется, и есть свёртка. То есть, здесь я свёртываю первым и последним, а здесь свёртываю вторым и последним. Мы что-то там свернули. У нас есть какое-то изображение, потому что то, что мы сейчас написали, какую-то формула, она совпадает в предыдущие. Я просто ничего не помню. Это просто проблема. То есть, где это направление? Это то, что ты надо, или деференцировать. Ну, правила левности такие. У нас было бы уговорить какой-то функции. Не-нет. Проблема с такой, что... Там есть у нас и L от X на X, есть L от X, плюс минус единица в степени чётности, в самом случае, она нечётная у нас, X умножить на... Это правило левности. Вот, и это правило левности в каких-либо... просто можно. Вот, получаю такое выражение. Я надправляю. Вот. Теперь... Я соображаю, что вот та операция, о которой я говорил, то есть свёртка с оминкой, это и есть наша одна... вот эта вот рука, которая нам нужна. Единственное, что получается вот две кольпыру. Это равно минус два рука. Там и плюс два рука. Ну, плюс два рука. Потому что это... Те звуки. Да. Ну, это будет минус, то будет зеркальный. Ну, получается, что в двору есть минус два рука. Мы просто двумя способами посчитали включение примерно на кольпе. Можно его посчитать просто потому, что мы знаем его референциалу, а можно его посчитать... Забудьте, пожалуйста, что мы знаем референциалу, но зато у вас точно правило левности. Правило левности нам говорит такое, что если у нас есть пять форм, возьмем аномер, и мы хотим узнать его включение, то мы просто спиньолим вот этот вот... этот тензор в каждой из... один форм. Подставим эту одну форму, и получим два формы, перемножим. Вообще, агустное дифференцирование на ГС1 на... 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 на постоянных формах. Это, наверное, полезно знать. Если у вас есть какой-то оператор из λ1n из λ2n, то у себя может продолжить дерифференцирование. Просто по правилу хейкерс. У вас будет λxn в λi плюс 1. Как оно будет работать? Он будет просто брать каждый из маномов и посоветовать два формы, которые будут его образа, и превнажать. Равные места. Если у вас есть какой-то оператор из λ1n, λ2n может продолжить дерифференцирование аггодефицентного. Ну, на грустном тебе реальность, если бы выделение оператора. Как это делается? Вы просто берёте какую-то n-i форму, разложите по всей маномову. И каждого маномову применяйте такой раз. И превнажайте. Вот именно L здесь произошло. На этом состоянии. То есть здесь я взял маномову и поставил в ней вот этот тензор в первом аргументе. А здесь я взял маномову и поставил в втором аргументе. Ох, ты этого ничего не получил смысл. Два важных момента. Дифференцирование в дифференциальном форме вызывает проявление сознания. Это как бы честь и пролюбие. Вот это проявление, которое здесь написано, но ведь именно сознание. Просто должно говорить, что дифференцирование будет установлено, как дифференциал до рамы, а дифференциал до рамы в качестве маного рода. Я на сегодня еще раз повторю. Если есть вопросы, есть. Если мы тут приняли, а почему мы будем делать минус с двойной? Ну, мы должны быть x вальчинно равны. То есть, вот этот с минусом, а с плюсом. Вот, они дарят им каждый декабринбол. Мы будем им покатить. Мы можем, сколько нас будет, асимметрично с минусом первого, и во второй будет тоже цена. Но raw у нас было, если нет, не знаю. Raw получилось исключение. Просто опускаем одном индекс. И асимметрично. Вот. Но опускание этого индекса происходит с помощью Оммики. Поэтому, вместо того, чтобы опускать индекс, опуская индекс, можем этот минус по своей форме выберем множество. В общем, это три тенза, которые гибаются одетым наполем, тенза два формы. Вот. И мы берем этот одетым наполем, представляем в Оммику, и умножаем на два формы. Причем три формы. Вот это было ровно. Ну вот это, потому что вот здесь стоит. Почему, если у вас по последнему, мы не получим тратствовать какую-то часть ключей. Слагаем. Вот это, они оба есть. Вот эти. Они оба ровно ровно. Да. Проекта, где-то, за курсы отличностей. Я не имею в виду, а когда мы сворачиваем вот именно по последнему счету. То есть, у нас же есть... А там не в какую-нибудь нельзя сважить, потому что там для их включения, оно вот так вот действует. Оно... Это для этого может быть и... То есть, там просто не... И если у нас нет метрик, все равно больше никому не поможет нервничать. Вот. А эта же операция, она на самом деле ничего про методы не знает. Правда, она просто знает про связанность и все. Ну, видишь, значит, и была симпатическая цена, сдает все-таки подключение симпатических структур, и на этом можно сегодня закончить, потому что я уже до главного ужаса и у меня не успеют отобраться. Может, я смогу какого-то уговорить главного ужаса. Не ужасов, причем, а ужасов и вот так. То есть, там такое количество выяснений, что мы всем людям приручения доделаем. Вот. Значит, теперь теоремы про то, какие бывают на почти симпатическом глаголе в связанности включения. Ну, без включения. Ну, какой там бойцы должны включения. Значит, теоремы. у вас есть свободный глагол почти симпатичный. Симпатичный. мы как всегда осматриваем цена плата. Делаем из него ткау, которая лежит в лямбда 2 н лямбда н лямбда 1 н с помощью омеги. Мы с помощью омеги отрежестяем значит тм лямбда 1 н и с эффективным. Это тоже что было с альт на предыдущем? Да. Там тоже была октава, она просто ушла. И результат негидиотизма переракции. Вот. Значит, у нас есть альтернирующая когда альтарь не говорит ну, просто альт на самом деле октава есть минус половина минус пропон наставит одно дру у нас на самом деле есть два способа так стерки не отличаются у нас. К сожалению, да. вот за счет этого действия мы сознаем нужно все во-первых самое чтобы не перепутаться, а тут видимо я переписываю Более того, любой тензор С такой, что, где тензор лежит Лямбда-2М тензор Лямбда-1М, такой, что альтернирование 10-1, 2-1, 2-1, может быть включением, может быть реализован как точка Есть длинные, довольно красивые точные проседки, которые вы доказали, но перед тем, как я про нее расскажу Давайте я вам просто напомню, что A в симпатической форме это тот симпатический маркет Вот так как это тот же аборент, который у нас с догонанием адреса Смотрите, Омега от AXY равно Омеги минус Омеги от XAY Это, по определению, равносит к тому, что A лежит во 100 А вот так как это будет, что Омега от AXY есть Омега от AY6 То есть матрица движет во 100% Тогда его корова, когда аналогичная матрица, ну, тензор движет во 100% Тогда этого корова, такой тоже тензор получен А пока не надо вымливаться В данном случае первого Движет, вот Милец Милличный Я понятен, да? Трон тоже обомнил То есть это просто Миллический матрик Вот Теперь я сейчас напишу точную последовательность 0 Идет сим 3 От λ1d Это дело Вкладывается λ1dm Тезон сим 2 λ1dm Это дело С помощью симметризации по прямым гумаргумиям Это поражается Влянда 2m Это Влянда 1m Вот А это дело с окончательной симметризацией приводится в лянду Вот И вот Влянду 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 Значит Ну смотрите Вот Мы Вкладываем из этого сюда И смотрим Какие векторы перешли в ноль при симметризации Но это штука которая уже симметрична по длинному аргументу А если она переводит в ноль по первому дому по симметризации значит симметрична по всем трем Поэтому это вложение Вложение а в отношении он точно Вот А на чьих вложения что на в отношении точной в отношении Изместра И Вместо того чтобы антисимметризировать симметризовать То есть мы берём такие вот формы и отображаем на сюда симметризацию И в ВВЕСЕДЕЛИ у нас будет форма симметричны по всем тремным аргументам то есть то есть двойственное отображение будет точно в этом ну Ну можно ещё По второму члене вот такое причинение. Пусть у нас есть какая-то форма, которая приводит вновь сюда. Она еще от сильничного к первому аргументу. А по второму форму она уже бесплатно снять речь. Поэтому она как раз была здесь. Ну и то же самое, если у вас есть... Давайте вложим отсюда, а отсюда будем симметризовать. Возьмите, пожалуйста, этот будет восьмой отображение. Не может точно. Можно на первую, но и не за другую. Тогда у вас здесь будет, в кедре отсюда, симметризация по последним аргументам, будут формы, которые симметричны по первому груму последним формам. То есть госсимметричные формы. Ну, на самом деле, то, что мы догадали, что она во всех членах проблема была точная, и тогда это уже сделано все, то есть просто одна основа. Там видно, отлично. Ну, а размерность, как раз по второму груму, с позвольственностью, он вполне показывает, что сформирование снять все хорошо. Хорошо, это точная база. Теперь, вот у нас был тут... Образ вот этого сюда, это как раз линеаризация. Тобус линеаризация. Поэтому, по оканскому внутренним ключей, ямда 3. Это я не спешу. Вот, если взять точную базу, то сразу сидят. Хорошо, что я не спешу. Лямда... Лямда... Лямда 3... М... Есть... Лямда 2... Лямда 1м... Множить на... О, прошу прощения. Лямда... 2м... Множить на лямда 1м... Актор... Лямда 2... Актор... 1, 2м... О, 1, 2... Лямда 1м... Тензор СП... Скорее... Вот. То есть мы догадались, что пространство этих... Внутренних тензоров включения это вот... есть рекорд. Вот. Теперь у нас можно понять, чему равна Если у нас есть набло атомик равнодумок, то, к сожалению, внутреннее кручение нам было, это минус половина за умными То есть мы берем кручение, попробуем вот это Это как раз и будет асимметризация Последнее отображение в x4 это есть асимметризация То есть мы берем кручение, асимметризация А мы знаем, что получится, если мы возьмем асимметризацию Ну и теперь все сразу следует просто из нашей стандартного отображения В так точном отображении, сколько с нуля начиняем Лианда-2, ну то есть мы начинали асимметризация Лианда-1-m, тензор-рс-м, а-т-м, а-т-м Идет лианда-2-m, тензор-лианда-1-м И это идет лианда-3-м То есть если у нас была связанность, которая при этом отображении переводит мы То есть у нас был термин, который при этом дорожек приходит То есть его асимметрическая сеть равна 0 То его можно получить как образ преданного отображения То есть если у нас была связанность, вот это отключение лежало здесь Но при этом, кстати, дело отсюда Мы просто вычтем из этой связанности В какой-то один форманский эксцентный рогаспэн И его на проключение было равно 0 Это просто частный случай, что теоремка, который я рассказывал Четыреса-гнадо Ну и наоборот, значит Просто, наверное, когда здесь написано Это просто частный случай Общий его фактор про внутреннее поручение То есть внутреннее поручение Внутреннее поручение омбиг Это раз в минус половина в том Здравствуйте! На минус половину мы не пойдемте Ну, а тем не пропадали Все вчера будет Но, надеюсь, что Это не способный, если проехать, что это было Потому что повторять, что сегодня было в следующий раз Готовно Построиться и не забывать Про внутреннее поручение Спасибо!